во имя отца и сына и святаго духа аминь мир вам дети это наше христианское приветствие если вы принимаете меня значит вы должны сказать с миром принимаем бог еще в раю обещал что придет на землю спаситель примиритель потому что разделение с богом великое и бог настолько свят настолько справедлив что ни одного человека не может принять на небо все шли в ад и праведники и грешные и только после того прошло пять с половиной тысяч лет когда родился христос и вот через пять с половиной тысяч лет на землю рождается отдела марии христос бог послал к деве марии ангела гавриила архангел пришел и говорит он даже сам удивился благословен на ты в женах и благословен плод чрева твоего ибо от тебя родится сын божий его испугалась что слышит голос ангелы как это будет если я мужа не знаю дух святый найдет на тебя и сила всевышнего с ним тебя и дева марии говорит да будет по слову твоему и ангел отошел от нее дева мария зачула и побежала к елизавете другом месте она жила и когда она поприветствовала с елизаветой то елизавета вскричала то есть тот в очреве у елизаветы был тоже же 6 месяцев как да откуда мне такое говорит елизавета что матерь божия пришла ко мне когда я увидела поприветствовала с тобой то взыграл младенец во чреве моем и вот это приветствие такое было она она пробыла там несколько времени вернулась обратно в своем прошло а здесь был представлен старец у нас вот в евангелии этого не написано в преданиях есть это что был дан жребий бросили жребий на кого выпадет чтобы деву марию кто-то оберегал охранял потому что у них нельзя было если она не будучи замужем родит то побивали камнями тогда и поэтому она когда была близко близко к тому чтобы родить ей приставили как тогда она вышла замуж но за старцем выпал жребием иосифу старцу и по преданиям он был лет 80 старец у него были свои дети жена умерла и и он ну как бы они обряд совершили такой он как бы стал ее мужем ну это эффективно он ее оберегал но когда он узнал что она в положении то он решил тайно оставить ее но ангел пришел и сказал иосиф не делай этого ибо то что это святое наречется сейчас мы сочетаем из евангелия от луки о том как возвестил господь еми что в шестой же месяц послан был ангел гавриил от бога в город галилейский называемый назарет к дереве обрученной мужу именем иосифу из дома давидова имя же деве мария ангел вошед к ней сказал радуйся благодатная господь с тобою благословена ты между женами она же увидевши его смутилась от слов его и размышляла чтобы это было за приветствие и сказал ей ангел не бойся мария ибо ты обрела благодать у бога и вот зачнешь во чреве и родишь сына и наречешь ему имя иисус он будет велик и наречется сыном всевышнего и даст ему господь бог престол давида отца его и будет царствовать над домом иакова вовеки и царство его не будет конца мария же сказала ангел как будет это когда я мужа не знаю ангел сказал ей в ответ дух святый нагит на тебя и сила всевышнего осенит тебя посему и рождаемое святое наречется сыном божиим вот и елизавета родственница твоя называемая неплодную и она зачала сына в старости своей и ей уже шестой месяц ибо у бога не останется бессильным никакое слово тогда мария сказала сероба господня да будет мне по слову твоему и отошел от нее ангел в те дни вышло от кесаря августа по велениям сделать перепись по всей земле это перепись была первое правлением фиринии сирии и пошли все записываться каждый в свой город пошел также иосиф из галилеи из города назарета в иудею в город давида называемый вифлеем потому что он был из дома и рода давидова записаться с марию обрученная ему женою которая была беременна когда же они были там наступило время родить ей и родила сына своего первенца и спеленала его и положила его в ясли потому что не было им места в гостинице в той стране были на поле пастухи которые содержали ночную стражу у стада своего вдруг предстал им ангел Господень и слава Господня осияла их и убоялись страхом великим и сказал им ангел не бойтесь я возвещаю вам великую радость которая будет всем людям ибо ныне родился вам в городе давидовом спаситель который есть Христос Господь и вот вам знак вы найдете младенца в пеленах лежащего в ясли и внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное славящее Бога и взывающее слава вышних Богу и на земле мир в человека благоволения когда ангелы отошли от них на небо пастухи сказали друг другу пойдем в Вифлеем и посмотрим что там случилось о чем возвестил нам Господь и поспешивши пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца лежащего в ясли увидевши же рассказали о том что было возвещено им о младенце всем и все слышавшие дивились тому что рассказывали им пастухи а Мария сохраняла все слова си слагая в сердце своем до Богу нашему слава в веки аминь спасибо